Всем привет! Продолжаем изучать Феникс, эликсир, возможности УТП. И сегодня познакомимся с таким замечательным инструментом, как конечный автомат. Конечные автоматы дают очень большое поле деятельности нам. Вот мне, к примеру, сразу в голову приходят возможные реализации любых вещей, которые связаны с пошаговыми действиями. Любая стратегия, любая карточная игра, или, например, какая-то инструкция, то есть самая большая инструкция, и которая нужна поэтапное действие. То есть во всех этих случаях вы можете использовать R-Lang, эликсир и конечный автомат в качестве бэхэнда. То есть мы можем построить какую-нибудь браузерную игру, которую можно свести к конечному автомату. То есть если мы... Вот смотрите, вот если разобрать любую карточную игру, карточную игру, то что там происходит? Там игроки меняются ролями. То есть какой-то игрок активен, и только он действует в этот момент. Другие ждут на своей очереди. Игроков может быть множество, и тогда очереди там по круговой или в обратную, не важно как. Но смысл в том, что сохраняется жесткая иерархия последовательных действий. И направление может меняться, но общая идея, что в конкретный момент вся система находится в каком-то состоянии, в каком-то стейте. Классический пример еще приводят в учебниках, как вы, например, можете встретить, это стиральную машину. Стиральная машина, она всегда находится в каком-то стейте. То есть там отжим, загрузка, сама стирка, там отлив воды, ну что там еще может быть. Порошок добавления, не знаю, все вот это. Разогрев воды, то есть каждый раз можно найти жесткое состояние, в котором машина пребывает. Это все именно об этом. И применений, применений на самом деле вы можете придумать весьма много. Конечных автоматов, тех, кто заканчивал какой-нибудь, ну или учился на что-то связанное с программированием, там же курс должен быть по ним. Они это прекрасно знают. И значит, Erlang нам это дело поставляет. Почему Erlang? Я говорю. К сожалению, к сожалению, вот Elixir нам поставил некие удобные обверки над Erlang-овскими решениями джинсервера, но вернее, но, к сожалению, он не поставил обверки над джинсервером, над этим, над джинсервером, над конечным, над общим конечным автоматом, над джинсервером. здесь еще стоит сказать, что у Erlang, вот если вы почитаете какие-нибудь книжки, новых вы вряд ли найдете, но если будете читать вот соответственно, старые книжки, то там очень часто вы будете встречать джинсервером, то есть фенит стоит машин, конечный стоит машина, да, но это, скажем так, уходит уже потихонечку в небытие, сравнительно недавно ввели улучшенную версию, называется она Jane Statham, и будем мы использовать именно ее, и соответственно, у нас документация будет именно к ней относиться. Конечно, автомат это также вот поведение, вот если мы зайдем в эликсир, то есть смотрите, эликсир это для агентов, для аппликейшена, для супервайзера, джинсервера, само собой, для таска, то есть есть множество различных поведений, которые эликсир реализует, оборачивая Erlang, но к сожалению, к сожалению, он это не сделал для Statham, так что мы будем использовать прямо вот Erlang-ские модули, по сути дела, немного обходя эликсир. Но кто хочет, кто хочет, может и собственно использовать некую обверг, которая существует, то есть есть вот библиотека, это сторонняя библиотека, не из ядра эликсира пришла, то есть люди вот стараются, сравнительно недавно комит последний был сделан, но в принципе оно понятно, здесь есть вряд ли здесь прям большая библиотека, ну да, вот всего три файла, так, здесь 130 строчек, то есть я предполагаю, здесь пару строчек, и вот здесь сколько строчек, ну 700, то есть грубо говоря, на 1000 строк, но понятное дело, тут уже изменять нечего, то есть, если вы желаете, вы можете использовать вот эту версию, то есть это, как здесь написано, идиоматичный эликсир, обвертка для GenState, то есть вы можете использовать ее, в принципе, вот здесь документация, можете почитать, можете почитать, поиспользовать, в принципе, здесь прям больших сложностей не будет, есть пример, в принципе, я на все ссылки оставлю, можете, полистать будете, а мы, значит, будем трогать Erlang, мы будем трогать Erlang, непосредственно, значит, так, поехали, что же за конечный автомат я хочу реализовать, назову я его, модуль будет RV, модуль RV, который у меня представляет следующее, начальное, начальность, так, давайте сразу договоримся, что когда я говорю State, это имеется в виду состояние конечного автомата, когда я говорю состояние, это имеется в виду состояние процесса, данных, состояние данных, наверное, лучше говорить, и state, статус, поехали, сперва нам нужно, вот, мы здесь подключаем use GenServer, поскольку мы здесь используем, мы используем Erlang, здесь напрямую, мы подключаем поведение GenState, это первый шаг, второй шаг, который нам нужно будет сделать, это значит объявить наши Starlink, Initial и некий callback мода, некий callback мода, давайте сделаем это дело, сперва Startlink, то есть, это то, как мы запускаем, здесь я передаю name song do, то есть, вот это будет состояние data state, состояние, лучше бы говорить, состояние, состояние, здесь мне нужно его будет это состояние передать, я использую, мы здесь Erlang, поэтому вот здесь мы модуль вот таким образом описываем через 2. GenState, Startlink я буду писать, и здесь в принципе, в принципе, здесь также можно использовать registry или имена, или имена удобно, чтобы обращаться, то есть, как вот здесь мы, например, задавали имя, и можно тоже здесь имя задать, local и так, сейчас я посмотрю, вот, local и name, и затем пользоваться именно через этот name, ну и давайте, кстати, давайте сделаем так, локально, и name, давайте так же создадим name, и какой, name, b, name, rv будет так, затем нам нужно передать модуль, название модуля, модула, затем мы передаем вот этот state, name, song, это состояние, о, запутаюсь, наверное, с вами не стоит состояние, значит, передаем состояние, и последний параметр, это опции, 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 то есть вот я вот использовал вот этот Starlink, server name, server name, то есть вот можно смотреть и локально использовать, можно использовать via, это вот registry, который мы совсем недавно трогали, вот, registry, удобный механизм, с помощью которого мы, по сути дела, можем через имена работать с пидами, то есть вместо того, чтобы работать с идентификатором, мы можем вести удобный такой механизм в регистре, и у нас в итоге некая служба DNS получается, так, это мы зарегистрировали, да, теперь нам нужен нам нужен init описать, init, то есть у меня вот этот gate стат, jen статом передаст вот этот namesong вот в init, namesong, namesong, и здесь мы снова опять jen state jen state только здесь во-первых, не jen state здесь же надо уже конкретно мы там обычно отдавали этот вот вот как вот здесь вот отдаем вот нечто похожее только здесь нужно будет передать еще один параметр state в котором находится у нас конечный автомат его название название его через автомат и оно будет назваться radio то есть radio ну и здесь я передаю в качестве состояния namesong так я еще говорил что нужно теперь передать специальную функцию в которой мы показываем некий callback моды нет некий callback моды callback моды там есть вероятно разные варианты разные варианты по callback моду я на данный момент пока познакомился только с одним поскольку вот читаю я вот это об этих конечных автоматах буквально буквально часа три наверное и пока я посмотрел только вот это дело пока state function посмотрел но есть какие-то еще там значит эти callback моды где у нас callback моды вот callback моды callback моды callback моды то есть state function и handle event function то есть существует два два вида два вида общения а теперь мне кажется я все понял как все делается ладно теперь ну ладно вы можете не поняли я понял это самое главное так ладно давайте мы потом в конце разницу я поговорю значит выбираем state function state function то есть наш некий callback моды так вот мы написали самый минимум самый минимум который нам необходим теперь давайте начнем писать клиентские функции первая функция которую я хочу иметь это покажи мне текущий стейт в котором находится конечный автомат def show current state он принимать будет fsm do но fsm это будет вот это вот имя значит так gen state call все до боли знакомо как мы делали в gen сервере пока ничего не меняется не правда здесь мы хотя мне здесь уже не нужно здесь передавать явно у меня же теперь вот тот name присутствует name так name и мне теперь нужно отдать 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 event content event content event content что я имею ввиду под event content это вот когда мы писали функции вот gen сервер вот это по сути дела терминологии по крайней мере в доках называют это event content я также буду говорить что это event content давайте event контент какой я хочу передать сюда давайте просто один атом это show current state покажи мне текущий state у конечного автомата нашего это первая функция которую я хочу иметь вторую функцию которую я хочу иметь это смотрите у меня начальный state у нашего конечного автомата это radio radio что в принципе может иметь может уметь спеть песню тем более я же здесь передам именно название песни ну вот давай тян он споет песню то есть song я называл song 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 здесь тоже ничего принимать не будет значит так джен state call call напоминаю что это значит что я хочу ответ и передаю опять name и передаю event content в виде атома song такс дальше поехали дальше я хочу еще менять стоит нашего конечного автомата то есть назову def change state state снова gen статом хотя давайте я здесь для разнообразия попробую cast измени песня и здесь я использую контент event content change state также как функция вот здесь назову окей давайте я еще знаете какую функцию добавлю измени песню то есть чейн song change и тогда здесь song change так только тогда вот здесь мне нужно на какую песню а new song тогда event content я поменяю на tuple new song вот так 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 то есть посмотри состояние нашего конечного автомата проиграй песню если я буду находиться в state radio смени песню если я буду находиться в state radio поменяй state на другой state то есть у меня здесь будет только два state и по идее можно начать начать писать скажем так как серверные функции ну или callback уже явные ну давайте я сервер callback здесь имеется ввиду значит так что наша наша задача сперва описать вот на этот ответ вот на этот ответ мне нужно получить так и теперь смотрите вот я выбрал callback мода стоит function здесь вот важно будет понять вот следующее все наши функции которые вот наши непосредственные callback которые относятся к какому-то состоянию они все будут носить одно название а вот через параметры мы будем передавать конкретно что мы хотим сделать то есть что я имею ввиду у меня будет функция так и называться radio то есть наши функции вот state function они все будут называться как называется state в котором находится наш конечный автомат а через параметры мы добавим все остальное итак сперва мы добываем тип тип запроса тип event я хочу чтобы это был метод call я же здесь call прошу call да и откуда мне пришло нужно передать это первая часть вторая часть мне нужно обрабатывать контент event контента event контента у меня вот здесь вот этот showcase но вернее show current show current state так да и последнее последнее это конечно же state data state data state data state data так смотрите что вот эта функция по идее есть должна сделать она мне должна просто ответить в каком state находится мой конечный автомат с датой я ничего не хочу делать со своим свое свой стоит в котором находится конечный автомат я тоже не хочу ничего менять и поэтому здесь и даже ответ ответ специальный keep state and дата keep state and data затем это первая часть первая часть нашего ответа вторая часть нашего ответа это будет то как мы писали уже в нашем джин сервере в наших джин серверах наши callback то есть reply и варианты ответа и здесь мы тоже самое пишем reply from здесь передаем reply from и какой ответ мы хотим отдать непосредственно что мы хотим отдать мы здесь хотим показать в каком стейте у нас находится конечный автомат а он у нас находится в правиле и мы так и отдадим в виде в виде этого в виде атома давайте отдадим в виде атома сделали теперь давайте пусть споет песенку песню песню dev снова функция наша называется radio потому что она относится к state radio здесь снова у нас тип ивента callback вернее call соответственно мы берем с правого call потом мы принимаем event контента ой контент ивента контент ивента это у нас song и затем мы принимаем снова state data кстати я здесь не использую поэтому я ниже подчеркнем сделаю так сделали да давайте что я как будто слушаю песенку я просто а вот вот state data просто выведу это дело то есть я буду передавать строку за это я за этим я прослежу так и здесь мне нужно снова вот это самое отдать по идее давайте я отдам то же самое но на все раз я верну атом окей окей так я смотрел что дальше делать задумался так теперь дальше поехали теперь мне нужно я хочу еще поменять песню поменять песню поменять песню поменять песню меняю я песню снова через call а здесь приходит мне song change ммм то есть фактически что я сделал я хочу сменить состояние то есть я хочу по сути дела ммм поменять поменять песню поменять песню поменять песню ой, как бы это сделать A уммм поменять песню поменять песню ой, как бы это сделать-то А Ага, давайте я изменю, вот здесь вот по-другому сделаю, когда я поменяю, я здесь сделаю на каст, тогда у меня вот здесь будет каст. Здесь будет keepState и здесь у меня, кстати, тупо придет, newSong. И я state заменю вот, вернее состояние заменю вот на newSong. А здесь я пропишу, пропишу, что change song to newSong. Так, сделали, да? Теперь едем дальше. Едем дальше? Едем дальше. Куда мы-то едем дальше? Так, что у меня? Мне теперь нужно функцию, которая переведет меня в новый state конечного автомата. то есть для этого я, вот у меня она, change state, change state, то есть здесь у меня используется каст. значит, снова функция называется radio, каст, так, принимаемый в качестве контента ивента change state, потом state data приходит. Так, здесь можно опять используется подчеркивание, так, change state, то здесь можно явно указать weather. weather, weather, weather у меня будет отдавать погоду, говорит какая погода, вернее. Значит так, а здесь, значит так, а здесь-то у нас change state, здесь уже нужно использовать немножечко другое, немножечко другое. здесь мы будем использовать, а там, next state, затем нам нужно указать, что же это за next state, а это у меня будет weather, и последнее, что нужно сделать, это передать состояние. передать состояние. передать состояние, так, вроде бы все правильно я сделал, то есть вот atom next state используется для того, чтобы изменить state конечного автомата. затем вы указываете какой стоит стоит вы хотите изменить, и после-после вы передаете состояние, если у нас method cast. если бы method call, нужно было передать вот что-то типа вот этого. так, поехали дальше. теперь у нас есть возможность, значит, описывать state weather. и я добавлю еще одну функцию, еще одну функцию, которая будет гласить what weather. вот это. вот это. вот это. g. start. call. name. и. контент у меня будет в виде атома. в виде атома. в виде атома. вот это. давайте. вот это. вот это. так, теперь, как вы уже догадываетесь, все мои функции, которые относятся к стейту конечного автомата weather, будут называться именно, именно weather. и здесь мне тоже нужно будет определить, давайте я скопипачу, потому что здесь будет повтор, и будет внимательно мне нужно изменить все это дело. так, weather, call, значит, текущее состояние, здесь мне нужно изменить на weather, так, дату я сохраняю. песни у меня никакой нет, поэтому, да, и менять я никакую песню не могу проигрывать, потому что я сейчас нахожусь в режиме, в режиме отображения погоды, скажем так. так, когда я нахожусь в режиме радио, я могу петь песни, когда я нахожусь в режиме погоды, я могу отображать только погоду. тогда давайте я здесь изменю, так, здесь вот weather, вот weather, и, допустим, возвращать я буду atom.ok, а здесь буду печатать дату я буду сохранять, так, если я захочу поменять состояние, мне нужно вот здесь вот изменить, и вот здесь изменить стоит, вернее, если я хочу изменить стоит, мне надо вот тут изменить, тут изменить, чтобы было понятно, что я куда переключаюсь. и здесь правильно нужно помнить, что я хочу с weather переключиться на радио, и вроде как все на самом-то деле. да, я еще не разобрал случаи, когда некорректные запросы, мы сейчас чуть позже их сделаем. давайте я запущу сперва, посмотрю, есть ли ошибки. есть, бат, и а, так, вот есть у нас ошибки, прямо в самом начале, на шестой строчке. не понятно, а, потому что здесь через этот топол передается. так, ну, где-то unused на шестьдесят третьей строке, шестьдесят третьей строке. ну, ну, давайте, делаем, подчеркнем. ну, и все, остальное все окей. теперь смотрите, поехали. значит так, берем метод, ой, наш этот rv, модуль, rv модуль, и начинаем его инспектировать. rv, 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 значит пишем start, link, и передаем сюда название песни. welcome to the jungle. у нас зарегистрировался. мы видим ответ, какой был. теперь мы, давайте, какой у нас... мы, по идее, сейчас находимся в state radio. давайте проверим. у нас есть специальная даже функция show current state. давайте ее воспользуем. show current state. отлично! radio. давайте теперь, ммм, споем песню. song. отлично! welcome to the jungle. давайте изменим песню. song. change. empty spaces. отлично! изменили песню. давайте споем ее. отлично! теперь дальше поехали. теперь давайте изменим состояние. state, вернее. change. состояние мы уже поменяли. welcome to the jungle, то two empty spaces. так, rv change, rv change. а, change state у меня назывался. э, state. а, отлично! поменялись, э, на weather, если я еще раз, поменялись на radio. ну давайте вернемся все же к weather. и теперь мы еще хотим, ммм, я хочу проинспектировать... а, нет. давайте я... я воню посмотрю текущий state weather. и еще давайте так где эта штука где эта штука написать вот вот вы за it's a не здорово все работает все это к сожалению не все потому что смотрите я сейчас нахожусь в каком состоянии если я захочу спеть песню то у меня ошибки повалятся потому что этот случай у меня не разобран я по хорошему должен ну как-то пофиксить то есть я должен ставить дополнительные клозы ставить дополнительные клозы то есть для каста и для кола давайте сделаем это так когда кол не важен какой контент мне придет неважно какое состояние у меня было я хочу отправить что отправить человеку и давайте я еще напишу вот здесь явно финиц стоит машин так это у меня про нее и так сохраняя при этом стоит и данные теперь каст даже здесь можно даже вот так вот контент тайп контент тайп здесь явно укажу не в это но давайте лучше контент 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 то здесь ошибка здесь это же отпечатаю ошибку только вот здесь мне нужно сохранять состояние будет пост до состояние стоит я решил друг другую вещь называть так сейчас мне нужно посмотреть не сделали ошибок вроде как нет и то же самое я должен сделать сделать для 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 давайте я его 10 еще явно допустим from radio то собственно так здесь будет мы за 0 0 0 дер ректи Burn я дюйс кант glimpse мне наборда поскольку я нахожусь в состоянии weather так здесь я так же weather и здесь я изменю на weather так вроде как все вроде как все и можно запустить recompile так и поехали сейчас мне на по новой вот зарегистрировали так вот я нахожусь в состоянии встаете радио и давайте я спрошу погоду видите ошибка error error но а но это callback надо было еще написать что это а а а а это имеется ввиду все же каст а 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 зарегистрированы вот в radio мы сейчас находимся в стете radio наш конечный автомат погоду я хочу посмотреть и вот error call error от radio смотрите я же на самом деле могу еще нет не могу а нет могу как у меня там назывался вот значит так gen статем rv у меня назывался и метод я хочу cast cast и допустим ну что-то сам и вот ошибка cast теперь ошибка cast cast, cast, cast вот это вот выводится ну и возвращается атом, окей надо по идее здесь другое что-то выводить надо это как-то посмотреть как выводится более корректно нужно по идее здесь error вернуть чтобы возвращало ладно, потом посмотрим самое главное, что мы пофиксили варианты когда к нам хотят постучать вот мы находимся в каком-то стете да, а к нам хотят запрос сделать который предназначен для другого стейта вот я обрагиваю сейчас давайте я поменяю на не этот change у меня поменяю сейчас на на weather и допустим я хочу песню, да а песня у меня для чего предназначена она предназначена для стейта для стейта weather ой, radio и естественно будет ошибка так что вот такие дела вот такой у нас есть классный инструмент на первый взгляд небольшая путаница но написав пару раз со временем привыкаешь и даже вопросов уже особо не возникает здесь что самое важное подключаем вот таким образом теперь функциональность нам нужно описать старт имена мы можем задавать также различными способами если мы вот здесь вот имя вот так вот не укажем нам вот это дело возвращает пит и тогда мы будем вот здесь вот когда колу выдавать мы вместо вотнейма будем пит подставлять затем нам нужен метод инициализации который нам обязательно помимо состояния данных мы еще передаем инициализирующий стейт нашего конечного состояния нашего конечного автомата вот он вторым идет здесь в списке и еще один важный момент нужно указать вот этот callback моды callback моды здесь мы выбрали остеет функшен я вот к чему это значит улыбался вот наш callback моды здесь мы видим еще есть handleEventFunction handleEventFunction они выглядят ну ладно давайте здесь уже они есть handleEvent вот handleEventFunction то есть вы вместо вот вместо того чтобы называть вот каждую функцию тем тем стейтом в котором находится у вас конечный автомат вы просто используете общий handleEvent здесь eventType eventContent и каждый раз вы передаете стейт каждый раз вы передаете стейт то есть это другой способ каким образом вы можете это если я правильно понял ну вроде как правильно понял то есть вы явно передаете стейт а здесь через название функций а здесь первым параметром в этих функциях это какой тип запроса вы хотите сделать к вашему к вашему серверу ну пожалуй пожалуй на этом я закончу пожалуй на этом я закончу инструмент очень классный повторюсь возможности он ну дает дает по крайней мере большие возможности плюс вы же можете еще комбинировать конечный автомат с другим конечным автоматом не забывайте то есть вы можете в своей логике подцеплять к ним какие-нибудь джинс серверы также еще вот здесь вот это поскольку у нас поведение обычно естественно ваши конечные автоматы могут быть под супервайзерами и это правильным должно быть вот такие дела изучаем феникс изучаем эликсир и изучаем оттп оттп see you next time